В современных квартирах скопилось довольно много различных проводов. Почему? Потому что у нас у каждого идет смартфон со своим гнездом. У кого-то это лайтинг, у кого-то это микро-USB, у кого-то может быть даже еще и мини-USB старые провода. У кого-то тонкие ноги, а у кого-то толстые ноги. Но это уже техника отживает свое. И теперь современный разъем считается у нас Type-C. Это универсальный разъем, который будет в перспективе на всей современной технике. Такие законы нашей планеты. Чтобы все было универсально. И это очень хорошо. Но что же нам делать на данный момент? Если мы хотим, чтобы у нас где-то в машине в бардачке не было кучи различных проводов. Либо на даче, либо на работе. Вы хотите просто иметь один провод, который имел бы универсальное подключение. И китайцы уже подсуетились. Они сделали провода, которые, получается, в подключении идет стандартный провод. Коннектор. Потом идет провод, потом идет такой набалдашник. И из него расходятся уже три провода. На одном проводе лайтинг. На втором, на другом микро-USB. На третьем идет у нас Type-C. Такие провода многие уже купили. И вот пример. Мой знакомый купил такой провод. Очень был доволен. Хотя я ему говорил, что есть один нюанс в этом проводе. И, значит, через какое-то время он прибегает ко мне и говорит, что, представляешь, у меня сгорел мой смартфон с жены. Я говорю, как это произошло? И он рассказал историю. Он подключил этот коннектор в свою зарядку, которая поддерживает Qualcomm 3.0. То есть, там может выходить по току 12 вольт. И подключил сразу два смартфона. Свой смартфон с Type-C, который поддерживал Qualcomm 3.0. И подключил смартфон жены, который не поддерживал Qualcomm 3.0. И, естественно, его смартфон современный передал по проводу сигнал зарядки, что он поддерживает 12-вольтовую зарядку. Зарядка это приняла и пустила по проводам 12 вольт. И, естественно, тот смартфон, который не поддерживал Qualcomm зарядку 12-вольтовую, он вышел из строя. Я это ему говорил. Он в это не верил. Говорил, что я контролирую и никогда такого не будет. Но это произошло. Вот именно поэтому мне те провода и не нравились. Потому что за теми проводами нужно очень хорошо следить, что вы подключаете. Хотя и по возможностям это, конечно, удобно. То есть есть вариант просто подключить эту зарядку к блоку питания, который не поддерживает Qualcomm зарядку. Но тогда, получается, ваш смартфон будет заряжаться медленнее. Тогда теряется вся плюшка, так скажем, от этого универсального подключения, что вы одновременно можете зарядить сразу несколько устройств. Потому что вы, конечно, их зарядите, но ваш смартфон будет заряжаться гораздо дольше. И вот уже некоторое время назад появились и вот такие провода, которые, на мой взгляд, более безопасны и более удобны. Во-первых, нету никаких разветвлений. Все у нас установлено в один коннектор. Но я тоже этим проводам раньше не доверял. Потому что я видел эти провода и в местных магазинах. Они были сечения очень тоненькие. По внешнему виду они были, ну, очень, так скажем, некрасивые. Все-таки мы живем не где-то там в глухой, глушить деревенской, где без разницы лишь бы работала. Все-таки хочется иметь вещь, чтобы она была и функциональная, и при этом она, чтобы радовала глаз. И вот я таких проводов не встречал. Они все были какие-то убогие. Ну, вот недавно встретил я такой вот провод на китайской интернет-площадке. И он мне понравился. Я его приобрел. Цена на распродажах от 150 рублей, в обычные дни до 400 рублей. Ну, за 400 рублей, конечно, я вам не рекомендую покупать его. Красная цена – это 200-300 рублей в этом диапазоне. За эти деньги это прекрасный провод. У меня он был брендирован вот под это название. Но точно такой же провод я встречал и под другим названием. Поэтому делаем вывод, что этот провод производит не вот эта вот компания, а какой-то большой завод, который просто брендирует этот товар под те нужды, которые у него просит заказчик. Поэтому вы должны это понимать. Да и на самом проводе вы не видите нигде маркировки этой компании. По самому проводу. Сам провод довольно толстый, изготовлен хорошо. Когда ногтем проводим, никаких зацепок не остается. Места подключения провода к самому коннектору ровненькие. Никаких бугров нет, как в дешевых проводах. Хотя это тоже, в принципе, недорогой. То есть, тут все нормально. Многие блогеры бьют себе пяткой в грудь. Говорят, что при выборе провода нужно смотреть только, можно сказать, на один фактор. Это сечение провода. Чем толще сечение, значит, тем лучше провод. Это неверно. Почему? Я довольно много проводами такими занимался. И почти все провода, которые я покупаю, я обычно разрезаю. Что я сделал и с этим проводом. То есть, в этом проводе сечение самого провода идет обычное, стандартное. То есть, среднячок. Есть провода, у которых сечение провода гораздо толще. Есть провода, у которых сечение гораздо меньше. Вот эти как раз китайские совсем нонеймы, которые покупать нет смысла. Которые там 0,5 ампер передадут, это, так скажем, когда поедут с горы вниз при попутном ветре, как говорится. Но, берем вот это вот сечение провода. И берем, допустим, вот этот проводок. Сечение у этого провода меньше, но при этом сечение самих жил абсолютно идентичное. То же самое и вот с этим проводом. Вот у этого, кстати, оплетка не очень качественная. То есть, когда мы ногтем проводим, идут зацепки, остаются. И вот подключение, вот этот вход провода в эту резинку тоже как-то все это топорщится. Ну, в общем, видно, что это эконом вариант. Хотя по цене они отличаются абсолютно в несколько рублей. Так вот, у этого сечения меньше, но при этом сечение самих жил идентичное. Берем вот этот провод. Опять же, не обращаем внимания на название, потому что точно такой же провод я видел и с другим названием. Опять же, делаем вывод, что этот провод произвела не вот эта компания, а просто где-то закупили большую партию и им брендировали их название. Сечение проводов у них абсолютно идентичное. Когда я их разрезал, они абсолютно идентичны внутри, даже по расцветке самих жил. Делаем вывод. Может быть, они даже сделаны на одном и том же заводе. Этот провод у нас метр и два, метр точка два. И получается он, ну, средний такой есть, короче, есть длиннее. Но вот именно вот этот провод от этой фирмы я встречал только вот в такой длине. Давайте перейдем к самому подключению. Удобно это будет или нет. Есть вот такой приемник. Попробуем подключить microUSB. Подключили, держится все хорошо. Небольшой люфт есть, но этот люфт не потому, что что-то у нас там разбитое или коннектор плохой, а это именно технологический такой зазор, который должен присутствовать всегда на разъеме, чтобы мы его не сломали. Потому что если будет все в плитерочку, то вы немножко под другим углом будете вставлять и все сломаете. То есть держится, у нас все хорошо, никаких проблем нет. В данном случае я ставлю и все удобно. То есть у меня провод уходит вверх. Но, если бы у меня было вот такое подключение, то, конечно, так бы я уже его поставил с трудом. Поэтому мне бы пришлось аппарат вложить, когда я его заряжаю. Поэтому тоже вы должны обращать внимание, не во всех случаях он вам подойдет. Попробуем подключить смартфон. Смартфон подключили, все держится, никаких, опять же, нареканий нет. Светодиод у нас только с одной стороны, поэтому кто-то любит светодиод, кто-то не любит светодиод. Поэтому вот в данном случае светодиод видно не будет. Если вам нужно будет видеть светодиод, то его нужно будет переворачивать. Но, если у вас iPhone, либо у вас уже современный смартфон с Type-C, то у вас уже есть возможность либо так подключать, либо так. То есть вы уже имеете возможность контролировать, либо будете видеть этот светодиод, либо не будете. Давайте попробуем подключить другое какое-то устройство. Войдет ли этот штекер и ничего не будет ли мешать. Подключили, держится все прекрасно. Люфтик небольшой есть, нужный нам. Ничего нам не мешает, ничего не задевает. То есть по подключению никаких нареканий нет. Но в некоторых случаях этот коннектор, конечно, к вашему телефону или к вашему устройству не подойдет. В зависимости от того, под каким углом его подключать. Это имеется в виду именно разъем microUSB. Потому что он здесь не реверсивный, а стандартный. Я уже подключал этот провод к зарядке Qualcomm, и он прекрасно передает 12 вольт 1,5 ампера. То есть с него можно взять. Но опять же, многие считают, что если ваш провод поддерживает Qualcomm 3.0 или 2.0, то это значит очень хороший провод. Нет, потому что сама система Qualcomm, вот этой быстрой зарядки, она не особо базируется на сечении самого провода. То есть два провода с разным сечением могут прекрасно поддерживать 12 вольт 1,5 ампера. Поэтому тоже не сильно заблуждайтесь. Ну давайте проведем тесты. На мой взгляд, хороший провод должен считаться, если он при 5 вольтах выдает где-то около 2 ампер. Это, в принципе, уже нормальный провод, которым можно в быту пользоваться без каких-либо проблем. Почему? Потому что взять вот этот радиоприемник, у него аккумулятор довольно маленький, ну и заряжается он всего лишь 0,5-0,6 ампер. То есть ему даже 1 ампера не нужно. Взять другой какой-то современный смартфон, допустим, вот этот вот. Он хоть и современный, аккумулятор у него 4000 мА, но он недорогой смартфон, и поэтому у него контроллер зарядки здесь не шибко крутой. Поэтому он может заряжаться только лишь 1 ампером. То есть, опять же, провод, который может передавать 1 ампер, для него это уже хорошо. Взять вот эту вот колонку. Давайте посмотрим, что она хочет. Она хочет 5 вольт, 2 ампера. То есть, опять же, если этот провод будет выдавать 2 ампера, или чуть меньше, то, в принципе, тоже это никак не скажется на скорости зарядки этого устройства. Берем проверенную зарядку. Берем такой вот переходник. Сразу хочу сказать, что этот переходник у нас съедает несколько ампер. Давайте мы это сразу проверим. Сразу на 2 амперах. При 2 амперах напрямую у нас 5 вольт 11, 2, 0, 8 ампера. Подключаем точно так же, но уже через него. Мы видим. Вольтаж просел, ампераж просел. Поэтому вы должны понимать, что при подключении тут у нас немножко, конечно, будет люфт в показаниях. Подключаем провод. Вот этот наш светодиодик. Я бы не сказал, что он мешает. Может быть, сейчас днем, ночью он, конечно, может, будет кого-то раздражать, но не проблема перевернуть. Подключаем в микро-USB. Смотрим наши параметры. 2 ампера. Вольтаж просел. Помимо того, что здесь у нас просел, еще и по самому проводу просел. И ампераж. Ну, ампераж вы видите. В принципе, не так, чтобы сильно. 3 ампера. Провод теоретически может больше 2 ампер даже через себя прогнать, но, конечно, вольтаж у него упадет. Подключаем через Type-C. USB тип C. 2 ампера. Вольтаж просел. Ампераж тоже просел, но почти 2 ампера. 3 ампера. Вольтаж просел. Ампераж больше 2 ампер. Делаем выводы. Провод своих денег стоит. Такой провод, я думаю, должен быть в каждой семье. А конкретно где? Он должен быть у вас в автомобиле. Допустим, как у меня, куда я его и покупал. То есть, у меня есть мой провод, которым я заряжаю свое устройство. Я его никому не отдам. Я к этому проводу привык. Но в машине же езжу не только я, но друзья, знакомые, родственники. И они тоже иногда просят зарядить свой смартфон. Поэтому я положу вот этот провод, и они уже смогут им воспользоваться и зарядить любое свое устройство, которое они захотят зарядить в автомобиле. Также этот провод подойдет для дачников. Конечно, если у вас в даче огромная фазенда, то нет никаких препятствий, чтобы вы туда положили несколько различных проводов. Но если у вас небольшой домик, и вы все-таки не хотите захоломлять это помещение, то вот этот проводок тоже довольно хорошо там, мне кажется, впишется. То есть, он будет один и при этом универсальный. Вы можете заряжать сразу различные устройства. Также этот проводок подойдет и для работы. Потому что все-таки вы понимаете, на работе очень часто кто-то подходит, дай провод, дай зарядить, дай еще что-то. А тут вы можете сразу быть первым парнем на деревне и, так скажем, всем угодить. Проводом я лично доволен. Хотя и есть тоже свои ограничения, как вы видели по вольтажу им, по амперажу. Но в целом этот провод не сильно отличается от других проводов. У этого провода параметры точно такие же, как здесь. У этого провода параметры немножко повыше. То есть, у него вольтаж немножко повыше. То есть, здесь сечение хоть точно такое же. Но, видимо, изготовлены они немножко из другого материала. Либо проблема идет еще в самих коннекторах. То есть, здесь более худшая как-то припайка. Здесь более хорошая. И вот этот проводок. У него точно такие же параметры, как и у этого провода. Поэтому провода, в принципе, вот эти вот примерно плюс-минус одинаковые. Но этот, конечно, выигрывает именно в том, что у него вот такое универсальное подключение. Опять же, я не могу сказать, сколько этот провод проживет. Может быть, он через два дня сломается. Либо он проработает 10 лет. Но вот тот провод, который я разрезал и проверял внутри. То есть, я пытался, когда он еще был, работал. Светодиод горел. Я по-всякому крутил, выдирал. Ничего не произошло. Так же и с этой стороны. То есть, подключение и завальцовка вот этих проводов, в принципе, довольно хорошего качества. Ну, у меня все.